Всем привет! Вот историю такую хочу рассказать, вспомнила. Была она со мной, но, кстати, она так и не закончилась до конца. Здесь в Америке очень развито волонтерство. Я думала, у нас когда-то было это волонтерство. Оказывается, что у нас было. А у нас оно в чем выражалось, что мы когда-то и в школах, и на работах, кто где работал, выходили на субботники. Но это тоже типа такое волонтерство, когда выходишь работать бесплатно. И вот здесь, когда у меня так чуть было свободное время, и я прямо не знала, куда себя деть в это свободное время, я думала, пойду волонтером. Но, как оказалось, это не совсем все так просто. Здесь даже и поработать в Америке тебе не дадут просто так. А, ты хочешь поработать? Иди поработай. Во-первых, нужно заполнять какие-то анкеты на английском языке. Во-вторых, нужно имейлы писать. Все на английском, все. Вот это все, что... Первая трудность была связана с языком. Второе, что было связано с языком, что... Не с языком, с этой работой, с волонтерством, что ты не могла пойти тогда, когда ты хочешь. Были места во всех этих сферах заняты. Они тебе могли предложить только тот день, когда у них свободный. Но тогда у меня тоже не получалось. И потому это волонтерство отпало само собой. Я заполняла анкету быть волонтером в библиотеке. Это значит, нужно было прийти и там подшивать, подклеивать книжечки, которые там были порваны старые. Они мне сказали, что ты согласна работать в подвале? Ты не будешь типа работать в зале, там, где люди ходят, и красоваться? Ты будешь работать в подвале? Там будет что-то одна или вас двое, если ты согласна на эту работу. Я сказала, ну окей, для меня все равно. У меня есть свободное время. Я думала, что я в процессе вот этой работы бесплатной буду просто общаться с людьми и набирать язык. Они дали мне анкету, я написала, но так ответ мне и не поступил. Потом я хотела пойти тоже где-то на выходных, поработать на кухне. Тоже там кушать, готовить. И потом для этих, для бездомных, для малоимущих. И потом их там раздавать, эту еду, стоять у прилавка. Но оказывается тоже не все так просто. На выходных я не могла это делать, потому что на выходных были уже заняты все места, и все приходили. Там работают без зазрения совести и богатые даже женщины, американки, которые имеют свои дома, семьи, которые имеют состояние. И вот которым нечем заняться, они идут туда и работают там на благо страны, на благо вот этих бездомных и нищих. И как-то мы ехали тоже, видели с мужем. Восемь часов утра, когда мы ехали с ним туда, на берег, на рыбалку, остановилась машина, такой приличный грузовичок, совсем новый. Вышла оттуда женщина с мешком, так у обочины леса, и в мешок начала собирать мусор. На спине было написано «волонтер». Кто ее заставил идти собирать мусор? Вот она считает, что это ее такое призвание очистить свою территорию, свою страну, свой штат. И они вот так на выходные дни собираются вот такими кучками, такими командами, и идут и делают эту работу. И собирая вот этот мусор в мешки, они оставляют их на обочине, и потом другая машина, там какой-то мусоровоз, или кто-кто закреплен за этим участком, идет и собирает эти мешки с мусором. И они делают это все абсолютно бесплатно. Это у них вот такие позывы совести. Я сначала удивлялась, а потом думаю, боже, ну это ж какие молодцы. У нас субботники вообще забылись. У нас вообще считается, я не знаю, позорно выйти там у себя на лестничной клетке, помыть лестницу. Не допросишься в те времена, когда я там была. С соседями невозможно договориться, давайте по очереди. Сделать ремонт на лестничной клетке. Ни с кем, никто, никому ничего не нужно. Давайте уберем территорию во дворе, украсим как-то для детей наших, чтобы было самим приятно выйти, посидеть, посмотреть. Все смотрели на меня как на какую-то дурную, что мне больше всех надо. Ну вот смотрите, как жить в таком обществе. В таком выходишь, там удивляешься с людей, что там никому ничего не надо. А тут удивляешься, тут нужно все и всем. Я не знаю. Но еще раз говорю, что даже за бесплатно люди свободно работают. И еще и сложно найти, куда-то вот так всунуться за бесплатно. На выходных были места на выходных прийти, вот так же убрать территорию. Но я на выходных хочу посидеть с родными. Я могла бы пойти вот на пару часов в такой день, опять же, в библиотеку или куда. Но вот тогда они меня не брали, тогда я им не нужна была. А на выходных мне не подходило. Вот так. Хотела даже поработать на благо Америки задаром. И то не получилось. Ну, может, было не мое время пока. Может, этого я еще добьюсь. Поработать на шару. Вот было у меня такое рвение. Сейчас уже чуть-чуть это рвение у меня прошло, потому что появился английский язык в мое свободное время. Потому что с этой Шероной мы ходим, там общаемся, гуляем. Мне сейчас полегче. Но вот тогда я вот рвалась куда-то что-то делать. Пусть даже безбесплатно, пусть даже все. И не получилось. Значит, не мое. Ничего. Будем искать. Вот так. Все, что хотела вам сказать. Пока.